Внешняя политика, система оздоровления, профилактика пожаров и участие в субботнике. Эти темы были рассмотрены в трудовых коллективах во время Единого дня информирования населения. Чистота и порядок на первом месте. В Международный день памятников и исторических мест в Лицком замке кипела работа. Сувенир к Пасхе своими руками. Учащиеся Лицкого районного центра творчества детей и молодежи готовят подарки родным к празднику. От вербницы до Великодня. Сотрудники Лицкого историко-художественного музея предлагают совершить экскурс в прошлое и узнать больше о пасхальных традициях. Лицкое телевидение приглашает поучаствовать. Накануне своего профессионального праздника мы запустили конкурс вместе с Лида ТВ. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился сегодня с ежегодным посланием к Белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие проходило в овальном зале Дома правительства. На него были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации, а также депутаты прошлых созывов, члены общественных объединений, студенты, курсанты, журналисты региональных СМИ. В своем послании глава государства расставил приоритеты социально-экономического развития Беларуси на ближайшее время и дал поручение, как сохранить и приумножить то, чего уже достигла наша страна. Также было озвучено, что в 2019 году в Беларуси пройдут парламентские выборы, а в 2020 – президентские. Своими впечатлениями от выступления президента по телефону из Минска поделилась член Совета Республики Национального Собрания Беларуси, председатель Лицкого районного совета депутатов Инесса Белуш. Как всегда, встреча президента с парламентарием, его послание, оно было очень интересным, потому что глава государства говорил искренне, говорил на болевшем, говорил то, что важно для каждого гражданина нашей страны, для каждого белоруса. Темы, которые он поднимал, были самые разные. Они давали оценку развития страны за 25 лет, давали оценку тех усилий, которые все вместе нация проявила во время становления суверенитета, независимости, во время того, что в этот период Беларусь заявила о себе как о миролюбивом государстве, о государстве, где главным приоритетом является человек, его социальная защищенность, его мир, его благополучие. Конечно, среди основных приоритетов президент опять говорил о роли и значении Родины большой и Родины малой, о том, что надо начинать не только с больших стратегических задач, но и с мелких, в том числе непосредственно принимать участие на землю порядка на малой Родине. Он говорил о том, что для Беларуси очень важно развитие экономики, и государство будет всячески поддерживать гиганты, которые являются для страны, для экономики очень важными. Они востребованы и заявлены успешно на мировом рынке. Ну а рядом с ними, с гигантами, будут развиваться те предприятия, которые будут развивать малые и средние деньги. Президент подчеркнул, что он за то, чтобы развивалось именно производство, не просто сфера услуг, но именно производство, а вокруг нее все остальное сопутствующее. Очень важный момент, который заявил президент, он поставил такую задачу, как необходимость с учетом новых и стратегической стремленности планирования задачу по работе над Конституцией, чтобы она смотрела на перспективу и отвечала современным вызовам времени. Но он сказал, что с основным языком надо очень бережно подходить к его реформированию, потому что важна не реформа, а важна устремленность в будущее, чтобы были прописаны варианты равенства регионов, чтобы было прописано наделение полномочий различных структур, но вместе с этим полномочиями и была придана ответственность за те решения, которые они будут принимать на своем уровне. Много очень интересных, важных моментов поднял президент. И самое главное, и в ответах на вопросы, и в его выступлениях, когда он очень часто отрывался от заготовленного сценария, проекта, он говорил своим словам, потому что все то, о чем он думает, оно высказано им, оно его родное. И он надеется, что такое же родное для нас, для каждого белорусского. Внешняя политика Беларуси, реализация национальных интересов и укрепление позитивного имиджа белорусского государства на международной арене, система оздоровления населения в нашей стране, предупреждение пожаров и гибели людей на них. Эти и еще ряд важных тем обсудили в трудовых коллективах во время единого дня информирования населения. Что касается первого вопроса, то, как было отмечено членами информационно-пропагандистских групп, Беларусь выстраивает международный диалог на основе принципов добрососедства, миролюбия, равенства и взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела иных государств. Связи же поддерживаются с другими странами во всех сферах – экономике, науке, IT-отрасли, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме. В вопросе оздоровления основное внимание было обращено на предстоящий оздоровительный сезон и выделение путевок в детские лагеря. Что касается пожаров, то здесь на первом месте сейчас профилактика весенних полов. Поднималась во время единого дня информирования и тема участия в республиканском и районном субботниках, которые пройдут в Беларуси 20 апреля. Литмотивом здесь было – каждый должен внести свой вклад в наведение порядка в родном городе или деревне. Я приглашаю от имени Литского районного исполнительного комитета всех жителей Литского района выйти в субботу, для того, чтобы завершить все работы, которые проходили на протяжении месячника благоустройства населенных пунктов. Я напомню всем литчанам о том, что Литским районным исполнительным комитетом объявлен месячник. Он продолжается на протяжении всего месяца апреля, когда мы наводим порядок на приусадебных участках, на территории промышленных предприятий, учреждений, организаций. Фактически сегодня все наши предприятия, организации навели порядок, благоустроили территорию, привели ее в порядок. И сегодня необходимо завершить все работы по благоустройству городской территории, населенных пунктов, агрогородков города Березовка. Поэтому объектов достаточно много, на которых еще требуется приложение усилий. Самый большой и массовый объект, который сегодня остался завершить, это уборка кургана бессмертия в преддверии наших праздников, Дня Победы советского народа против немецко-фашистских захватчиков и 75-я годовщина освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, все наши памятники воинской славы, обелиски, захоронения вместе с подведомственными организациями, с председателями сельских исполнительных комитетов, со школами сегодня убираются, приводятся в порядок. Это необходимо завершить. Кроме того, будут работать промышленные предприятия на своих рабочих местах, для того, чтобы произведенная продукция и средства, вырученные за произведенную продукцию, были направлены на средства субботника. Средства субботника расходуются, я напомню всем нашим гражданам, на подготовку к летнему периоду наших трех оздоровительных лагерей. Солнышко-спутник, березка, где будут отдыхать наши дети, внуки, племянники все лето. Поэтому, конечно, цель благая и очень хорошая. Кроме того, я напомню всем лечанам о том, что субботники пройдут и на наших строительных площадках. Это строительство детского сада в микрорайоне индустриальный, строительство многоквартирных жилых домов. Очень хорошо, что к субботнику мы сдали переезд по улице Свердлова. Он фактически выполняет уже в полной мере свою функцию. Все строительные объекты также будут подготовлены, убраны и продолжены работы на строительстве. Поэтому работы очень много. Хотелось бы, конечно, чтобы и жители наших многоквартирных микрорайонов, частного сектора, вышли, навели порядок не только на своем участке, но и привели в порядок прилегающую территорию. Если мы все это сделаем, наш город будет опять же таким же ярким, красивым и зеленым. Субботник в Лицком замке был проведен 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, девиз которого – «Сохраним нашу историческую родину». Его участниками стали работники культуры и БРСМовцы. Лицкий замок ежегодно посещает около 50 тысяч туристов из Белоруссии и из-за рубежа. Как он их встретит, такие воспоминания останутся у гостей. Несмотря на то, что сотрудники Лицкого историко-художественного музея поддерживают в нем порядок, дополнительные силы никогда не бывают лишними. Под собственным девизом «Сбережем историю вместе» Лицкий историко-художественный музей, члены БРСМ, также Дворец культуры, Лицкие районы, Центр культуры и народного творчества и другие организации города. В эти весенние дни проведем ряд мероприятий, чтобы обратить внимание общественности на исторически значимые места нашего города и района, и дабы сохранить их в хорошем состоянии. В Международный день памятников и исторических мест в Лицком замке работали порядка 60 человек. Одни работали на свежем воздухе, другие спустились в подвал замка, где хранятся конструкции, используемые во время представлений. Наводить там порядок было доверено молодежи. В Лицком замке потрудились ребята из первичной организации Лицкого государственного профессионального политехнического лицея во главе со своим секретарем первичной организации БРСМ. Пришли сюда с позитивным, хорошим настроением и, собственно говоря, также ударно отработали, осознавая то, что Лицкий замок является жемчужиной нашего региона. И вот они с особым чувством сегодня приложили свой труд, отдали свое свободное время для того, чтобы благоустроить именно Лицкий замок. Лицкий замок – один из почти четырех десятков историко-культурных объектов, которые находятся на территории нашего региона. И каждую весну они благоустраиваются. Эти мероприятия по наведению порядка на территориях памятников, они проводятся не только в городе, они и в районе. Всего у нас, надо сказать, что в районе 37 объектов, которые имеют статус историко-культурной ценности. Стараемся подготовиться максимально, чтобы в полной красе встретить гостей, и чтобы у них были приятные впечатления, эмоции, чтобы получили. Нынешний апрель выдался теплым и солнечным. Погода располагает к работе по наведению порядка, поэтому людей с граблями, метлами, лопатами, а также со строительным инвентарем можно увидеть в разных микрорайонах Лиды и сельских населенных пунктах. На этой неделе в субботу прямую телефонную линию в Лиде проведет заместитель председателя райисполкома Андрей Каврига. Вопросы жителей нашего региона смогут задать ему с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43. С целью оказания содействия в трудоустройстве незанятым гражданам в четверг, 25 апреля, в Лидском дворце культуры, расположенном по адресу улицы Янки Купалы-1, с 10 до 13 часов будет проводиться общереспубликанское мероприятие «Единый день занятости» в форме ярмарки вакансий. В мероприятии примут участие представители организации района, которые предоставят информацию об имеющихся вакансиях для рабочих и служащих и проведут собеседование для трудоустройства. Будет проводиться консультирование о возможности переобучения востребованным на рынке трудопрофессиям, в том числе обучение на производстве с последующим трудоустройством. Имеющие желание организовать собственное дело смогут получить консультацию о регистрации и выделении субсидий при организации предпринимательской или ремесленной деятельности, а также уплате налогов и сборов при организации самозанятости. Организации, желающие принять дополнительное участие в данном мероприятии, могут обращаться в Лидский отдел «Содействие занятостей», расположенный по адресу улица Советская, 31. Продолжаем выпуск. Пасхальные куличи, декорированные яйца, продукция собственного производства, кулинарные и кондитерские изделия, а также сувениры. Все это можно было приобрести на предпасхальной ярмарке, которая была организована сегодня в Лиде, на площадке у детской школы искусств. Покупатели, предоставленным ассортиментом, остались довольны. Как доказательство, сделаны ими покупки. Куличи купил. Нужно, чтобы рыбных изделий нет. Было бы свежие рыбы. Конечно, хорошо. Не надо дома готовить. Пироги, потому что печь не люблю. Поэтому пироги привлекли. Ну и мясо, разумеется. Ну и вот еще хочу торты посмотреть. Это облегчение труда женщины. Посещаю ярмарки часто в Лиде. Мне очень нравится. Все можно купить. Все можно буквально к столу купить праздничному. Поэтому я всех лечан поздравляю с этим прекрасным праздником. Люди заняты. Многие работают. И завтра в субботник. То желательно, конечно, облегчить женщинам труд. Вообще прелесть. Чудесно. Я очень рад, что сюда попал. И знаете, что такие приемлемые цены. Так хорошо. Большое-большое спасибо. Все, что мне надо, я купил. Большое спасибо. И всех поздравляю с Светлым Христовым Воскресением католическим. И через неделю со Светлым Христовым Воскресением православным. Рулетики, куличи. Что еще? Рулеты с рыбы, с птицей. Очень вкусные. Многие не могут дома приготовить. Можно здесь купить. Недорого. Все отлично. Тут все вкусно. Ну, если тут будет все вкусно, значит и будет Пасха вкусная. Предпраздничная ярмарка на площадке у детской школы искусств будет организована и накануне православной Пасхи. В пятницу 26 апреля покупки можно будет сделать на ней с 9 до 15 часов. Сувениры к Пасхе можно не только купить на ярмарке, но и изготовить самим. Писанки, поделки из соленого теста и ниток, открытки в технике квилинг. Именно такие пасхальные подарки готовят для родных учащиеся Лидского районного центра творчества детей и молодежи. К ним в этом деле присоединилась и наша коллега Лилия Киеня. Мука, соль, вода и краситель. Такой рецепт уж точно не подойдет для пасхального кулича или праздничных булочек. Однако он идеален для создания креативного подарка. Если разрешить полет фантазии, то за несколько часов появляются пасхальные яйца. Конечно, не фаберже, но родителям, бабушкам и дедушкам получить такие в праздничный день будет очень приятно. На уроке тестопластики Ольга Ивановна нам очень много рассказывает про этот праздник. И мы с радостью лепим красивые сувениры птичек, зайчиков, корзиночки и приносим их родителям домой и дарим им на этот светлый праздник. Это яичко на подставочке. Чтобы его сделать, сначала нужно взять фольгу, из нее сделать форму яйца. Потом нужно раскатать тесто и обклеить его. Потом его нужно раскрасить в свой любимый цвет. Потом можно перейти к подставочке. Сначала нужно сделать блинчик, потом выжать листики и приклеить. Потом, по желанию, можно украсить яйцо. Создавать работы из соленого теста ребят учат в студии творчества «Мастерок», который работает от Лицкого районного центра детей и молодежи на базе детской комнаты «Наш дом», находящийся в Южном городке. В этом учебном году мальчишки и девчонки открыли для себя еще и мыловарение. Половинки яиц, сделанные из мыла, тоже могут быть отличным пасхальным подарком для родных. Педагог дополнительного образования Ольга Дикевич, раскрывая секреты мастерства, рассказывает ребятам и о смысле Пасхи, и о ее традициях, и о ее важности в жизни каждого человека. Я очень большое внимание уделяю этому светлому празднику. Мы говорим о Пасхе, о традициях Пасхи, о блюдах, о самых главных блюдах. Также говорим о семейных праздниках, о семейных пасхальных традициях, играх. И когда все собираются за праздничным столом, а это самые родные и близкие, нужно обмениваться подарочками. И, как известно, самые ценные подарочки – это те, которые сделаны своими руками. К Пасхе мы готовимся заранее. Мы делаем различные сувениры из соленого теста. Например, это пасхальные композиции, курочки, цыплятки, пасхальные яйца, также пасхальный кулич. Еще мы варим очень ароматное и красивое мыло. Это весенние цветочки, также пасхальные яйца, еще разные вкусняшки, конфетки, печеньки. Также делаем сюрпризы из картона и украшиваем природным материалом – бусинами, бисером. Католики уже в предстоящее воскресенье преподнесут пасхальные сувениры тем, кого любят и кто им дорог. Тем, с кем разделят радость – светлые Пасхи. Православные верующие же сделают это через неделю – 28 апреля. Пасха – один из самых светлых и любимых праздников всех верующих, имеет свои традиции, которые уходят корнями в глубокую древность. За неделю до нее принято освещать вербочки, а накануне – красить яйца и печь куличи и освещать их. На Пасху вся семья собирается за одним столом, чтобы вместе отметить праздник. Когда появились такие традиции? Почему главный цвет Пасхи красный? Зачем освещать вербу? Ответ на эти и другие вопросы можно получить, если стать участником мероприятия «От вербницы до Великого дня», организованного работниками Лицкого историко-художественного музея. Именно так и сделала наша коллега Анастасия Хрещановича. Вместе с ней в музее побывали и учащиеся 9-й Лицкой школой. От вербницы до Великого дня, хотя и лечится занятком для школьников, без преувеличения можно назвать проектом. Причем уникальным. Аутор распроцовки – науковый супрацовник Лицкого историко-художественного музея Ирена Климович. И она выросла показать школьникам, как святковали Великдень протки беларусов, что попередничала к этому святу, какие атрибуты уехал, какие традиции заховались до наших дней, а какие застались у минулым. До нас завитали в учни середней школы номер 9 и стали самыми активными удельниками. Не просто слухачами, а активными удельниками. Пляцовок «Версна», «Вермница-Верба», «Великодный стол», «Святочный стол», «Великодная яйка», «Гульневая». Гэтае пляцовки – як экскурс у историю наших прадков, экскурс по их мудрость. И мне, конечно, хотелось бы, как наша сучасная молодь ведала свои корни. Бо, як истнует, как кажется, народная мудрость, «Коли ты не ведаешь, откуда пришел, так не ведаешь, куди тебе исти». С початку школьники были запрошены на интерактивную пляцовку «Весна», где убачили танец с вербочками. Йон нагадывал «Великдень близко». Пасха – это когда Иисус Христос, его повесь на крест прибили. И потом его положили в пещеру, тети пришли его, цветы хотели положить, а он воскрес, был ангел, и ангел сказал, что Иисус Христос воскрес. После удельники мероприемства накировались до других интерактивных пляцовок. На пляцовце вербницы «Весна» они доведались о том, что нужно освещать вербу, чему ее перевязали минавито червоными нитками и минавито в трех месяцах, чему прихоживали в разные часы. Как высветлилась, наши прадки имели великую фантазию. Школьникам было пропоновано завязать два узлы на вербочку и загадать ожидание. Один уже был на ней. Его сделали организаторы мероприемства и попросили детей быть отважными. Далее хлопчики и девчонки доведались, как проходил день после вербницы. Потом они были запрошены до святочного стола. А на им кумпячок, яйки, соль, хлеб, кулич, пасха, хрен и сыр. У всех это детям было доброе знакомо, бы каждый год они бачат их на великодном столе у своих хатах. Я праздную пасху так. Я езжу к бабушке или ко мне приезжают гости. Мы свинтим яйца, делаем куличи, красим яйца и наклеиваем на них специальные наклейки. Мы ходим в город по магазинам, мы покупаем различную еду, чтобы приготовить вкусный обед или ужин. И угощаем гостей, если они к нам приезжают. Чаще всего мы все-таки ездим к бабушке, чтобы сделать чаепитие на Пасху. Покупаем вот такой, типа большой пирожок, и мы его всегда едим. Мы красим яйца, печем куличи, мы берем обычный тонкий носок и кладем туда яйцо и завариваем в луковой шлухе. И оно получается краситься коричневым, еще более темным, и там появляются узоры. На одной из интерактивных пляцовок дети доведались, как фарбовали яйки нашей протки и что треба класть у кошек, как посвенцить в храме. Великдень – это еще час гульня, при чем самыми распаусюдженными были гульни с пофарбованными яйками. Супрацовники музея пропоновали хлопчикам и девчонкам перенести все у минулое и поспробовать свои силы в битках и качании яйка и стать удельниками детячей группы «Жачки». Отримать информацию про Великдень и его традиции и наведать интерактивные пляцовки, литчане и гости города мают махчимость до конца красавика. К своему профессиональному празднику – Дню работников радио, телевидения и связи, который отмечается 7 мая, Лицкое телевидение объявляет новый конкурс «Вместе с Лида ТВ». Принять в нем участие могут все желающие. Нужно лишь сделать фото с логотипом нашего канала и загрузить в специальные альбомы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в Инстаграм с хэштегом Лида ТВ. Итоги конкурса будут подведены в начале мая. Нужно сделать фотографию, где будет видно логотип нашего канала. Это может быть экран телевизора, где будет виден логотип Лида ТВ. Также его название можно выложить с помощью любых подручных материалов. Это может быть и природный материал, сладости, конструктор, все что угодно. Мы разыгрываем необычный подарок – это караоке-микрофон. И надеемся, что его обладателем станет автор самого необычного фото. В конце выпуска анонс спортивных мероприятий. Минифутбольный клуб «Лид Сельмаш» в воскресенье дома проведет матч 27-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге. В 14 часов на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» он встретится со столицей. Перед этой игрой наша команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Футбольный клуб «Лида» тоже будет играть дома. Свой второй матч нового сезона в чемпионате страны первой лиги он проведет с Минским клубом НФК. На стадионе «Старт» начнется игра в 16 часов. Наш пятничный выпуск завершен. Еще раз напоминаю, завтра все могут принять участие в субботнике, навести порядок в своих населенных пунктах и заработать средства на подготовку детских оздоровительных лагерей к встрече детей и на ремонт, реконструкцию, реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной. Тем более, что погода завтра позволит поработать. По Гродненской области ожидается до 17 градусов тепла. Осадки возможны, но кратковременные. Так что поработаем вместе и вместе сделаем личину чище и краше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова